Хочешь так же? Тогда заходи на оккупацию 2 0 RP. Здесь ты можешь работать барменом. А можешь угонять чужие авто. Здесь ты можешь ступить в ряды вермахта. А можешь связывать немецких генералов. На сервере огромный автопарк. У нас большой... Большой выбор оружия. Короче, у нас здесь классно, заходи к нам. К сожалению, сервер пока не готов, но ты можешь следить за его созданием в нашем Дискорд сервере по ссылке в описании. Большой привет всем зрителям. И сегодня мы посмотрим с вами на интересную страну в моде на метро. Да, в этом моде есть у нас с вами и красные линии, и местные фашисты, и полисы Ганза, и много станций, которые вам явно знакомы по игре. Но знали ли вы о прекрасной стране, которая поклоняется великому червю? Парк Победы, наш великий жрец, и страна, и страна, которая имеет модификатор Дикие Каннибалы Великого Червя. Притом еще и технофобы, которые не особо-то хотят развивать и исследовать новые технологии. Еще у нас с вами есть интересное древо, где мы сможем идти по нашему уникальному пути. Сначала заставить черва выжидать и копить силы, воззвать к нему, и потом червь начнет свою атаку на соседей. Притом мы до такой степени интересная страна, что у нас с вами со старта дубинки. Да и по сути, дальше развиваясь, мы будем тоже получать с вами просто топоры и разные своеобразные дубинки вроде мечей. На которые еще почему-то вешаются голографические прицелы, которым нужен расширенный магазин, деревянный приклад, ну и радиатор. А почему бы и нет? Топор с голографом, с доп-магазином, да еще и с радиатором. Истинная разработка последователей червя. И да, у нас, конечно же, есть возможность исследовать и разные автоматы, но тут по 2700 дней, и я сомневаюсь, что мы даже столько дней в этой игре сможем присидеть и проиграть. А так, да, противогазы, спецназ, все это есть, но все наши войска будут вооружаться только дубинками. При том, добавок к этому, у нас еще огромный дебаф в 40% на скорость исследований, даже в 45, да и одна ячейка, поэтому нам это особо не светит. Но зато у нас есть с вами наш с вами Парк Победы, который, надеюсь, позволит нам развиться и распространить культ червя на все метро. Но стартуем с вами с последователя червя. В итоге, в ходе противостояния Парк Победы отрезали, жители были обречены. Но рано или поздно, один человек поднялся из низов, стал священником, и он объединил под своим началом всю страну. Можем сварить язычников заживо получить политку, либо же Парк Победы должен принять новый искривленный и жуткий вид. Политическая власть звучит интереснее. Будущие места для строительства и так с вами сможем найти. Ну а тогда у нас с вами есть решение на развитие и исследование соседних туннелей. Если мы накопим с вами минимум 10 пехотки, то сможем расширять наше владение. Я еще ни разу не играл в этот мод, поэтому вместе с вами познакомимся. Ну а сейчас желаю всем приятного просмотра, усаживайтесь поудобнее и наслаждайтесь видео. Следуя у нас тут священник, настраивает нас на будущее, учит нас, что технология это грех, время на оправдание цели минус 30. Либо же учит нас, что червь есть высшая святость. Нет, давай получим лучше организацию дивизий. Нас не так много, но зато наши культисты будут стоять до конца. Следом мы должны решить, будут ли наши культисты есть плоть, либо же наши воины будут пировать их мозгами. Давайте плоть. Еды мало, поэтому что переводить? Плоть просто так, пускай они ее употребляют. Задуще получим и военный завод на Славянском бульваре. У нас накопилось теперь наконец-то вооружение и можем начать исследовать соседние туннели. Я не знаю, как это здесь реализовано, давайте понемножечку начнем продвигаться и смотреть, что нам вообще это откроет. А, мы пока не можем прожать. Нам, видимо, с вами надо все-таки 25 командного ресурса набрать. Вроде как в необходимых решениях нет, но подождем, надеюсь, когда наберем, сможем, потому что здесь есть ресурсы, а они нам явно не повредят. Ну и нам тут дают возможность выбрать свой отыгрыш. По праву сильных нам просто будут служить язычники. Мы язычников будем просто истреблять, тем самым у нас будет больше военно-обязанного населения. Либо же пропишем рабство для них, чтобы они рано или поздно познали все-таки власть нашего червя. Да, конечно, мы потеряем 5% возможного военно-обязанного населения, что, я думаю, по меркам этой игры много. Но давайте для отыгрыша возьмем рабство для язычников. Надо заставить их копать, а потом съесть. Да, дополнительные руки всегда нужны, поэтому будем их использовать себе во благо. Мы тут, кстати, с вами получили уникальную технологию. Жалко, что она не имеет никакого описания, но связана она с рабством. А, и дает она нам скорость 30 плюс 5. Ну что ж, неплохо. Сейчас, конечно, это мало скажется, так как у нас нет свободных фабрик, но в будущем, может быть, поможет. Сто и один способ убить, давайте. Получим скидку на оружие пехоты. Ну и дадут ли нам теперь новые станции? Да, теперь мы можем, когда накопилось 25 власти. 90 дней надо ожидать. Я так понимаю, у нас будет шанс того, что у нас будет успех, и мы захватим этот туннель. Точнее, линию кольцевую, либо же нет. Ну и тут нам еще скидки, кстати, дают, что очень хорошо. Но нам сейчас скидки не так важны, нам надо в взывание уйти, а для этого нам надо 49% поддержки, которую мы можем получить вот здесь вот по пути. Еще и здесь у нас есть интересный ивент. Вожак стая. Поклонники червя готовятся к битве. Должен быть кто-то, кто возглавит наше растущее племенное могущество. Священник наблюдает за всем, но он не может одновременно командовать войсками. Поэтому давайте вожака стая найдем. У нас, конечно, есть воин. Я так понимаю, он будет постепенно улучшаться. Да, мы ему как раз здесь прописываем должность, которую он займет в высшем военном командовании. Нанимается напрямую скорость пополнения максимум планирования, либо разведка. Ну давай скорость пополнения. Знание воина о туннелях невероятное. Он как раз стал нашим новым командующим. Мы его здесь потом сможем дальше улучшить. Здесь у нас улучшение на вооружение. Пока это не так важно, давайте сердце тьмы возьмем. Парк Победы выглядит не так, как до Третьей Мировой. Здесь лежит смерть и разрушение. Мрачное рождение кончины гуманитарных наук. А связано это с тем, что мы дальше будем производство эпохи Палеолита делать. Создавать инструменты. Избавляться от машин. И уходить в древность. Постепенно, правда, дойдем и до более сложных инструментов. И начнем ударять в землю. Но это так. Чуть-чуть попозже. Не сейчас. И да, у нас тут с вами успех. Смотрите-ка, экспедиционные группы. Отличные новости. Мы становимся владельцем. И он становится национальным для нас. Больше ресурсов. Немножко населения. На фоне этого даже инструменты новые изобрели. Дальше давайте расширим охват. И мне, кстати, вопрос. А сюда задействуется? Да, Кунцевская Юг тоже. Отлично. Развиваемся. Строим новую инфраструктуру. Чтобы нашим последователям было проще добираться до всех территорий. Ну и смотри-ка. Здесь, между прочим, Содружество Европы тоже расширяется. И они нас отрезали. Ох, это, конечно, грустно. Но, видимо, уже не судьба. Здесь у нас будет враг. Хотя мы, наверное, даже бы не успели. Они уже второй берут. А мы только первый получили за это время. Мы бы даже сюда не успели. Ладно, надеюсь, хотя бы здесь можем как-нибудь отрезать. Третий успех. Мы с вами смогли здесь отрезать от продвижения. Со станции молодежные. Но, конечно, с Содружеством Европы нам еще придется столкнуться. Они здесь и Арбат подрезали. И сейчас сюда выйдут. И у меня вроде бы хватает всех ресурсов. Но вот именно военный, командный ресурс копится очень медленно. И приходится ждать, пока именно он дойдет до нужных значений. Возможно, где-нибудь вот здесь вот пересечемся. Ну и, наконец-то, мы можем взять. Червь взывает. Без описания. Просто получаем военную экономику. Новый военный завод. И следом нам дадут возможность брать скидки на Доктрина. А также уже пойти на Соседей. Когда наступит следующий год. Притом меня радует, что под Реофокусов нам как бы нужны зараженные туннели. Но их уже заняли немного не те. Содружество Европы сюда решило влезть. И как бы успешно. И вопрос, что с ними тогда делать? Придется, видимо, с ними разбираться и забирать. Или, может быть, они сами на нас по Ивенту когда-нибудь пойдут. И мы сможем забрать эти земли. Начали с создания оружия по ветке фокусов. Она улучшается. Прорыв. Бронебойность. Следом у нас еще улучшение этого модификатора. Но тут в скором времени уже намечаются битвы. Поэтому давайте-ка прокачаем нашего генерала. Увеличим его навык наступления. Потом сможем еще ему навык логистики взять. Чтобы в туннелях он сильно не страдал. Так, у нас тут с вами что-то интересное начинается. Красная линия начинает сражение с неизвестной страной. Я так понимаю, это восстание демократов. Да, общество здесь просто у них произошло. Ну что ж, видимо, Красная линия потихонечку будет слабеть. Нам это, конечно, в плюс идет. Потому что напряга в мире растет. Хотя мы уже и сейчас можем пойти на мутантов и начать их рвать во имя червя. Так что давайте сейчас подготовим войска и займемся этим. Угрозу мутантов взяли. У них теперь дебаф повесился. Еженедельные людские ресурсы, стабильность. Но это поддержка войны больше. Что-то больше, чем крысы, скрывается в темноте. Да, это наши великие культисты. И да, мы через рвать во имя червя... Секир, вир, руби, раскалывай черепа во имя червя. Получим больше военное безнаселение. И потом сможем на них, между прочим, пойти битвой. Давайте. Надо уже заняться расширением наших земель. Здесь я продолжаю все так же новые территории под себя подбирать. Я надеюсь, что мне повезет. И мы эту станцию тоже сможем забрать. Цель получена. Ну и я даже не знаю, сможем ли мы тут пробиться. Давайте проатакуем. И проверим. Нас атаковать, наверное, не захотят, да? Тогда давайте сами проатакуем в центр. В целом, неплохо идет. Постараемся сейчас через центр пробиться. И потом просто окружить врага. Чтобы поменьше потерь понести. Конечно, там со снабжением будут проблемы. Но если мы сейчас закроем все их дивизии здесь, то явно дальше нам будет намного легче. Отлично. Он сам даже в атаку пошел. Красоту на самом деле творит. Молодец. Валю за такое дело. Ну все, все, все. Хорош. Можь. Давай тоже в сторону. В сторону. Я думаю, можно ускорить время. Отступать он не собирается. Отлично. Давай в молодежную здесь пробираемся. Ну и я думаю, можно уже ручками чисто руководить. Оставить здесь войска. Даже не буду, скорее всего, тратить на него еще больше своих рекрутов. Оставим как есть. Этих всех просто вперед. Думаю, если мы заберем сейчас молодежную, то будет победа. Ну и давайте. Кстати, война научила, да? Мы сейчас как раз воюем, получаем скидку на доктрину. О! Он сам пошел в атаку. Молодец. Это так-то хорошее дело. А атакуй сколько тебе влезет? Здесь дивизии у него новые появились. Не очень хорошая новость, конечно. Но давай пробьем. Да, пробиваем. Прекрасно. Оставим по одной дивизии. Пытается удержать столицу. Давай, отступай, кстати. Все. Пробиваем. Победа. Нет, еще надо забрать несколько территорий. Ладно, давай заберем. Я думаю, не так уж и сложно. Все. Теперь это наша земля. Забираем все. Под себя. Ура. Наша первая небольшая победоносная. Единственное, конечно, минус, что эти земли не национальные для нас. Но это захват и это победа. Дальше мы сможем взять кожистое мясо. Население подрежем на фабрике. Либо же опыт армии. Плюс 25 трофеев и подношения. Добавок к этому мы теперь можем еще и на язычников севера пойти. С крылатым объединением здесь разобраться. Ну что ж, давайте. Будем готовиться к новой битве. Я решил перед тем, как мы все-таки нападем, докачать свою ковку оружия. Посмотрите, уже какие бонусы. Добавок сейчас еще уровень получим. И здесь описание. Грубые и болезненные. Эффективные и опасные. У их винтовок нет и шанса против нашего оружия, которое порежет их на кусочки. Да, да, да. Вот таким вот грубым способом мы будем побеждать всех. Но по ветке фокусов нам сейчас следует идти на север. И мы будем постепенно разбираться даже вот с этим сотрудничеством. Это будет самая тяжелая битва, наверное, у него очень большая армия. И только потом нам дадут нормальные цели на то, чтобы продвигаться поближе уже к самой кольцевой линии. Надеюсь, к тому времени у нас еще будут шансы ворваться в великую битву сильных станций. Готовы к битве? Погнали на соседа. На самом деле, учитывая то, сколько у них бонусов, я даже думаю, их логичнее делать вассалами. Но проблема в том, что у нас отыгрыш тогда пострадает. Да и вдобавок к этому, нам надо именно быть соседями с рядом территории, поэтому нужно забирать. Ну и давайте посмотрим, что нам тут предлагает искусственный интеллект. Он сразу же идет в атаку. Нам почему-то недоступно... А, взывание только при поддержке, которая у нас упала. Ладно, давай скидку на доктрины. Ну и что он тут пытается? Он пытается нас контратаковать. Удачи тебе с этим делом. Давайте, нам самое важное вот здесь вот пробить участок. Ух. Хорошо, хорошо идет, не спорю, все-таки мешается. Вынужденную атаку. Я надеюсь, вы все-таки сможете его сдвинуть. Отлично. Ну и теперь давайте, сдерживайте здесь. Здесь мы в контратаку пойдем. И сами понемножечку закруглять также будем границы. Давай, давай, давай! Атакуй! Я верю вас. Мои последователи культа червя. Ну, неплохо. Оставляем одну армию сюда в атаку. Он сам себя заставляет истощаться. Забрали территорию и остается совсем чуть-чуть. Хороший вопрос. Надо ли нам все это забрать? Давай, давай сюда, сюда одну армию, сюда еще и победа. Отлично. Забираемся территория. Новые ресурсы под нашим контролем. Теперь нам доступен цель на дальние крылатые объединения. Так, а мы только что с ним разобрались. В итоге, не знаю, зачем это надо, но нам все равно фокус нужен, чтобы потом пойти вот здесь вот на завивание к Строгену. Так что возьмем. И, видимо, следом нам придется уже двигаться вот сюда вот. На эту страну станция уже посильнее, но мы сейчас поднаймем еще войска и с двух сторон по ним вдарим. Ну и давайте, наконец-то, готовиться к великому походу. У нас с вами в армии 285 солдат. У противника от сил 170. Так что, надеюсь, у нас будут шансы. Самое неприятное, конечно, и сложное прорваться будет вот через этот туннель, потому что здесь не будет нормального снабжения. Ох, но надеюсь, что мы сможем здесь отрезать эту станцию, потом эти территории забрать, и как-нибудь потом уже доберемся до сюда. Хотя и с проблемами, да, спору нет. Но вот такой вот сложный путь нам предстоит. Ну а по поводу командующих, а я не могу новых нанимать. Теперь же все через полевых командиров идет, но стоит сюда нажать, как игра сразу же вылетает, поэтому... Неа. Придется как-то без командующих разбираться. Цель получена, ну и давайте в атаку. Единственное, что опять же, сами аккуратно пойдем вперед, потому что я знаю этот искусственный интеллект, сейчас как начнет атаковать, и... Серьезно. Меня больше радует вот эта вот свободная территория, которая как бы подразумевает, что заходи спокойно, забирай. Никто даже против не будет. Не, ну мы, конечно же, этим воспользуемся. Здесь пошли в атаку. Чисто в одну территорию пробивать. Так, сдерживай. Наша цель здесь просто пробиться. Так, стой, ты куда отступаешь? Эй, стоять. Отсюда пройти дальше нельзя? А, только через центр, что ли, можно? Интересно, сделаем. Ну давай, конечно, тогда просто в центр проатакуем. Мне кажется, начал что-то понимать. А, да, здесь вот такой вот переход. Окей. То есть вот эта вот, видимо, станция никак не связана, и все это мы можем спокойно забрать. Я понял тогда вас. Ладно, давай до конца дойдем. Здесь тогда надо через верх как-то очень интересно давить. Да, да-да-да-да-да, я понял. Окей, тогда сюда в атаку. Три дивизии у нас вперед идут. То есть здесь нам придется вот эту дивизию сейчас как-то окружить. Здесь они спуститься, да, никак не могут. Чисто вот сюда вот через центр. Окей, я просто сначала не очень разобрался, что к чему. Сейчас понимаю примерно. Тогда здесь мы сейчас можем закрыть. Здесь нам вот это будут убрать. Не, не уберется. Ладно, тогда хотя бы пускай так останется, как есть. И мы можем здесь, наверное... Сейчас они вперед уйдут. Попытаться еще вперед вдарить. Единичкой сюда. Чтобы здесь прикрыть часть дивизий. Ну а здесь наши бравые солдаты, да. Смотри, как хорошо забирают. Нижний туннель. Нам за это победные дачки дают. Прекрасно. Ну и пока идет такая битва. Давайте веселые грибы. Потеря организации от движений минус. А сами идем дальше. Конечно, очень неудобно в таких территориях вести противостояние. Но не будем жаловаться, как есть уж. Ну-ка, подожди. Давай в котлы. Просто хочу с минимумом потерь здесь разобраться со всем этим делом. Так, сюда. Сюда. Здесь также пустим свои дивизии. Закрывать все это добро. Ну и все. Мы здесь уже соединились. Смотри-ка, с нашим будущим противником, с Арбатской. И мы наконец эти туннели под себя подберем. Сможем потом зараженные туннели прожать. Они станут нашими национальными. Так, здесь нас пытаются выбить. Не очень хорошая новость. Ты знаешь, что я могу сделать? Я могу тебя сейчас закатлить, между прочим. Ну-ка. А, ну он сам атаку прекратил. Молодец. Одобряю такое поведение. Давайте первобытное вооружение. Еще бонусы получим. И... Очень неудобная ситуация здесь. Да, выходит. Закрыть смогли. Но... Нас отсюда начали атаковать. Так, что там по потере? 6.14. Придется еще постараться. Но я думаю, здесь уже дело времени. Забрать сейчас вот эти вот мелкие территории. Как-нибудь в них попасть. И просто позакруживать сейчас вот это вот дело. Притом меня радует, как он продолжает мою одну дивизию просто атаковать. Даже не пытается хоть как-то себя здесь сохранить. Чтобы в котел не попасть. О, кстати, какая хорошая атака пошла. Вот это вот опасно. Спору нет. Ох... Он меня тут по полной выбивает. Прям. Окей. Здесь не хватает просто организации. Ну, контратаками, кстати, мы можем действовать. Притом так неплохо. Но все же он дает о себе знать. Ладно, не так уж легко. Может быть, стоит отступить и поймать его сейчас опять на переходе в туннеле. Где у нас хоть снаряга будет. Отлично. Смогли здесь вот эти вот две дивизии закрыть. Главное, чтобы мои войска сейчас продержались. Но дальше, конечно, да. Пробиваться будет, мое почтение. Не так уж и легко. Ой-ой-ой-ой. Ну, выбили. Так. 9.13. И какое массированное наступление отсюда идет. Вопрос в том, можно ли здесь построить узел снабжения. Можно, но он 2,5 стоит. Он бы здесь вот где-нибудь бы не помешал. Сколько он будет строиться? До сентября. Ну, построим, а там посмотрим. Хотя здесь, посмотрите, как враг хорошо просто пытается нас раз за разом атаковать. Изничтожает свои войска. Откидывает, откидывает. Ну, и здесь мы уже будем явно лучше стоять. Здесь при том можно немножко войск убавить. Чтоб нашим было полегче. И все. Даже не надейся нас двинуть. Под вынужденной обороной выстоим. Я при том силы подкопил и решил еще и в контратаку пойти. А то... Ну, а чего он тут стоит-то? Все заставляет нас страдать. Откидываем его. Я чисто по центру, знаешь, так иду. Ну, ладно. Могу вот так вот пойти. Мне не сложно. Ты мне даешь возможность себя закотлить. Я только за. Вынужден атаку давай. По фокусам продолжаем. Мухомора давайте. Потерю опытных бойцов. Минус. И... Оооо. Красиво. Не поспоришь. Выкидываем эту армию. Выкидываем здесь вот эту вот армию. Я думаю, они будут не против. В общем, мы сейчас делаем красоту под названием... Просто котел. Они закрыли здесь свою армию. Я, естественно, этим спокойненько сейчас воспользуюсь. И все их армии будут уничтожены. Я не знаю, на что они надеялись. Но мы сейчас закроем сначала эту армию, потом следующую. И все. А здесь, наверное, даже одну армию сможем дойти просто до победных территорий. Да. Это победа. Несмотря на все сложности, Европа будет нашей. Подтверждаем и уходим. Посмотрите-ка, как неплохо мы уже расширились. Притом, здесь еще есть туннель, в который давайте отправим наши войска. Ну и сейчас наказание червя с бонусом на производство плюс 15 получим. И сможем теперь взять... Хотел бы сказать национализацию. А, она будет только позже. Мы сейчас здесь сможем спасти останки и получить больше строительства. Либо же обосновать претензии, потерять людей. Но получить инфраструктуру и укрепы. Вопрос хороший, надо ли нам это? Снабжения и так хватает. Тратить на это людей, я думаю, не стоит. А вот 4 ячейки в центре, чтобы промку здесь лучше застроить, давайте. Спасем остатки. И все ради культа, свезем в свою столицу. В декабре 2032 начинается битва между красной линией и немцами. Немцы, между прочим, здесь очень много территории успели подъесть. Ну и что, делайте ставки. Кто кого? 14.39. 39.82, вау. У них от силы тысячи у этих уже к двум приближается. Ну, как бы, ладно. Красная линия, видимо, здесь не встретит никакого сопротивления. А мы же с вами, наконец-таки, берем фокус, навозьмем свое, сделаем эти земли национальными. А следом у нас взлом двери. Депо должно нам принадлежать. А, ну это еще не скоро. Но рано или поздно мы это дело тоже с вами реализуем. Сейчас единственный выбор, куда нам пойти. Вот сюда вот? Либо же на Арбатскую. Думаю, все-таки на Арбатскую пойдем. Но с другой стороны, я осознаю, что ее столица находится вот здесь. Вот, а мы до нее не доберемся никогда. Поэтому, видимо, стоит сначала тылы почистить, а потом уже думать о новых территориях. Так, цель получена. Ну и давайте захватим очередного соседа. Может быть, они и не хотели этой битвы. Но мы к ним все равно пришли в гости. Хотя, подожди, не хотели битвы. Они тут нас сейчас вообще без проблем выдавят, между прочим. Давай в контратаку. У меня здесь снабжения, видимо, нет. И из-за этого, да, они нас атакуют. Очень хорошо. Спору нет. Ладно, придется пострадать. Победили эту станцию. Теперь следом у нас один противник. Это Митинское Содружество. И я беру по фокусам сотню тел. Просто 200 призывников. А то прошлое противостояние немного попортило нашу кровушку. Часть войск подбили, а надо их теперь восстанавливать. Я все-таки понял, что я могу, наверное, офицера повысить. Смотрите, Валентин Стасов. Это Вильгельмина, да? На нормальном. Повысить. Отлично. Сразу же приоделся, изменился. Стал лучше повысить. Ну, а теперь он стал Станиславом. Геннадий. Тоже стал нормальным командующим. Отлично. А то как-то без командующих не очень. Войска вроде готовы. Давайте тогда пойдем на Митинское Содружество. Снабжение у меня тут тоже есть. Здесь сможем хотя бы досюда дойти, а потом посмотрим. Может быть и пробьемся к их столице. Тем самым полностью себя обезопасим с севера. Ну и дальше у нас останется лишь один враг. Так, благо уже есть грубое копье. И давайте следующий вид вооружения. Примитивный Макуатль. Мы воплощаем прям местных ацтеков. Оборона, конечно, крепкая. Но и мы с вами тоже не такие простые. Начинаем атаку. И вроде как пробиваем. Теперь самое важное. Пробиться еще дальше вглубь. А здесь я надеюсь, что они смогут сдержать армию. И тогда нам, конечно же, будет намного проще. Так, он, конечно, начал делать то, чего я бы не хотел. Держи тогда хотя бы эту армию. Я в тебя верю. Здесь котел есть. Отлично. Здесь троечка. Давай сразу же в столицу. Еще сюда. Давай продвинемся. Может быть еще котел сможем сделать? Да. Скорее всего сможем реализовать. Прекрасно. Все же мы прикрыли здесь врага. И, о, пытается выйти. Ну-ка, попридержим. Отлично. Здесь сейчас добить эти войска. И все, у него армия вообще не останется. Хорошо, разыграли. Теперь, конечно, надо дальше двигаться. Но у него уже войск не так уж много. 4-6 всего. Ух. Ну, вы понимаете, да, что это значит? Что сейчас вот здесь вот. Все армии попытаемся сдержать. А вот здесь вот спокойно зайдем. Самое важное нам реку преодолеть. Ну, а там уже как бы и не проблема дальше двинуться. Давай вперед, вперед. Вперед. Не думай, что нас сдержишь. Отлично. Оставляем двоечку в защите. А сами вперед сюда. Прорвались. Здесь сейчас сможем закрыть. Все. Мы их закрыли в туннеле. Сейчас изничтожим эту армию. И дальше просто до победы, до Митина дойти. И как же хорошо здесь уничтожаются войска в котлахах. Вообще быстро. Красиво. Без проблем. Притом наши солдаты, видимо... Да, посмотри просто на их атаку. Никаких шансов просто не оставляем. Все. Здесь разорвали укрепы. Также закроем эту армию. Давай не будем даже атаковать. Просто вперед к Митину. Я думаю, этого хватит для победы. Наверное, да. Должно хватить. Отлично. Север теперь наш. Подтверждаем это дело. Сюда сейчас, конечно, уйдет немало войска на содержание гарнизонов. Но все же неплохо расширились так. И теперь у нас единственный противник — это Арбатская. Надо сейчас перевести войска, подкопить солдат и вдарить по последнему врагу. И да, за это время мы полностью закрыли элитные тактики. Я решил выбрать их, потому что здесь очень хорошие бонусы дают именно на пехоту. Да, конечно, по-другим можно было еще больше военное обязанностеление получить, но вроде у нас его хватает. Поэтому чисто на сохранение людей и на улучшение качества наших войск пошли. Да, вот такие вот у нас странные качественные культисты, чисто с дубинками. Думаю, мы с вами готовы. Давайте в последний бой. Армия в 600 человек. Генералы готовы, везде успех. Притом, нам самое важное — отрезать вот сейчас вот здесь вот этой атакой центральной, и все. Здесь без снабжения, здесь без нормального снабжения. Ну а дальше уже будем думать, как двигаться дальше. Потому что здесь вроде бы есть Орден Спарты, на который можно пойти, но его защищает Полис, а это не потянем. Единственный вариант — это как-нибудь еще бы пройти через Ганзу, но это тоже. Мы не потянем. Видимо, наша история закончится чисто на борьбе с Арбатом. Да и, собственно, под Рео Фоксов больше нам ничего и не светит. Только забрать Арбат. И дальше просто сидеть в своих землях. Да начнется великая битва. Завоевание. Нас сразу же здесь атаковать пошли. Пускай отвлекаются, я не против. Меня больше интересует, что здесь. Немало пехотки, конечно, спору нет. Но давайте попытаемся пробиться. Под вынужденной атакой. Да, вполне себе неплохо. Здесь тоже можно пробиться. Тоже территория удобная. Так что давайте. Сразу же отрежем врага. Ну и здесь какая красота. Давай вперед, вперед, вперед. Надо тоже перерезать его снабжение. Пускай немножко, конечно, пострадают наши солдаты. Но оно того стоит. Все. Оттуда он не снабжается. Здесь мы его сейчас прикроем. Здесь мы его тоже на несколько направлений разорвали. Явно не этого ждал наш противник. Ну а здесь сдерживаем. Стой. Оброняйся. Ты, наверное, оброняйся. Да, оброняйся. У него все равно здесь снабжения нет. Я не знаю, как он вообще здесь живет еще. Чисто в туннелях. Без всяких поставок. А, при том, посмотри, как удобно. У него проход отсюда есть. Он нас как бы может атаковать отсюда. Ну, неплохо звучит. Только ты все равно часть своих армий здесь потерял. И, может быть, у тебя немало войск. Но мы же тебя закроем. Закроем. Давай сюда в атаку. Где-то дивизии 10 должны покорить. А, так серьезно? Нам хватило капитуляцию от этих территорий, чтобы все забрать под себя? Не, ну, тогда как бы да. Просто посмотрите, где мы. То есть нам хватило захвата вот этих вот трех станций. И даже до столицы не пришлось добираться. То есть мы, получается, победили официально. И вышли победителями. Мощно. У нас теперь с вами армию сохранили также в 600. Получили, при том, очень хорошую территорию с немалым количеством ресурсов. У нас, если что, основных ресурсов более чем достаточно. И получается это все. Все. Мы с вами полностью прошли все древо местного культа Великого Червя. К сожалению, больше здесь ничего нет. Никакое новое подрево не открывается. Мы выполнили все то, что было запланировано. У нас с вами очень отстающая армия. Потому что, несмотря вроде бы на наличие теперь трех учаек исследований, мы все равно еще где-то на годике 32 задержались по пехотке. Здесь только начинаем роты исследовать. По ЖД транспортным средствам вообще даже не шли. Ну и по промышленности более-менее только в стройке идем достойно. Девять фабрик, 15 военных заводов. Ну и неплохие территории. И вполне себе опытный фельдмаршал уже. Наш великий воин. Отомстили нашим бывшим врагам. И оттяпали немалую часть под себя метро. Понятное дело, что мы не сможем с такой силой, даже если подкупим что-то против полюса сделать. И против ордена Спарты. Хотя, честно говоря, не сможем. Это вопрос, потому что здесь вроде бы и есть 700. Но это примерно как у нас. А если мы поднимем войска, то мы сможем с разных направлений полюса и орден Спарты вполне себе прижать. Так что шансы здесь есть. Поэтому зря я, наверное, говорю, что шансов нет. Они есть. Но я посмотрю на вашу активность. Если вам зайдет данный ролик, а вы захотите продолжение, то я сделаю. Если же нет, то нет. По поводу красной линии я пока не тороплюсь. Здесь, конечно, интересное древо. Но здесь еще не завезли перевод. Хотя вроде бы все бонусы-то переведены. Но вот сами фокусы, ивенты, события, они без перевода. А все-таки хочется вас погрузить в события. Притом здесь много разных выборов. От которых как раз будет зависеть будущий правитель. Поэтому подождем, пока здесь завезут перевод. Да, еще есть немцы, но их не обновляли с самого старта. Поэтому даже не знаю, стоит ли это делать. Но если вам интересно, то могу скатать еще и за них. А так, оставляйте свои предложения, где и за кого сыграть. В моде, в оригинале. Не особо важно, какие цели также выполнить. Ну и на этом все. Всем спасибо за просмотр. И до скорых встреч в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok